Руслан, вы представляете Акбарский Витал. Акбарс вообще достаточно давно уже на рынке исламского финансирования, но, скажем так, потихонечку, так скажем, заявляет, потом замораживает, как на пролизу, опять в этом году было сделано два заявления, два пилотных продукта, хотя история присутствия банка на рынке уже несколько лет, но постоянных продуктов не было. Первый раз Акбарс анонсировал постоянные продукты, это ипотека в пилотном режиме, и Акбарский Капитал как раз ваша компания анонсировала пив халяний. Как вы к этому пришли? Мы пришли к руководству Акбарского Капитала, нас поддержали, и мы тихонечко-тихонечко этот продукт реализовывали. Но идея на самом деле намного шире, как я сегодня уже озвучивал. Мы хотим создать... Вы же понимаете, что на базе инвестиционного продукта можно создать уже и страховку, и пенсионный фонд и так далее. То есть в идеале мы должны прийти к тому, что мусульманин придет, получит не только возможность вкладывать деньги, так скажем, в ценные бумаги, но и какую-то страховку, у него будут какие-то накопления пенсионные. Руслан, сегодня мы были с вами на тессе, где и так в рамках ограниченного рынка, где не более, наверное, 10-15 компаний, проектов, тем не менее вы слышали критику в адрес каких-то существующих проектов, даже со стороны участников рынка. Была такая здоровая, надо сказать, дискуссия. Вас это не пугает? То есть вы не боитесь того, что вас будут критиковать? Ну это нормально. Наоборот, чем больше критики, я считаю, тем чище продукт, возможно. Потом... Мы, знаете, мы пошли таким путем, что разработка у нас была на Российско-Исламском университете, если вы знаете, там была разработана методология, большой опыт исследованной международной, консультация с экспертами. Потом мы вынесли свою методологию на Совет УЛИМФ, Духовное управление мусульман. И, естественно, у нас будет шариатский контролер. То есть только вот этим, ну это уже сугубо мое мнение, только вот этим сложным, но правильным путем можно прийти, так скажем, к чистому продукту. Все-таки мы опираемся на то, что на первом месте должна быть чистота. А в какой стадии продукт сейчас? Когда он будет работать уже? Стадия у нас сейчас формирования ПИФа за счет якорного инвестора. Ну, где-то мы планируем меньшого конца августа запускаться. Вы сейчас привлекаете якорного инвестора? Нет, он у нас есть, все это формируется. Но, сами понимаете, там нужно обучить персонал. Вы говорите про методологию, говорили на Казан-саммите про методологию. Но кроме слова методология, дальше ничего не было звучано. В чем методология? Вы знаете, это, можно сказать, интеллектуальная собственность. Но если вы выходите на рынок с этим, мы должны с вашим... Да, обозначать мы будем непосредственно, чтобы человек понимал. Естественно, там особо таких секретов нет. То есть, так, есть известный должон с исламиками. Да. То есть, у них есть пул акций, отобранных по определенным критериям. Ваша методология примерно вписывается в эти критерии? Или она концептуально отличается? Да, мы исследовали и было исследовано и Айофе, естественно, мы принимали внимание. И малазийский опыт, и дубайский. Более того, мы привлекли внимание ряда зарубежных инвесторов, которые сказали, о, как здорово. Мы бы тоже хотели рассмотреть это, но, опять же, все упоро в методологию. Потому что они сказали, давайте нам, нашим экспертам, отправляйте, мы будем смотреть. В принципе, у них тоже интерес есть. Вот. Поэтому, конечно... Но методология, это же суть вашего продукта, чем она отличается. Не то, что называется халяль, но... И причем именно на базе университетов. То есть, это не кто-то решил халяль-харам, а именно люди с глубокими теологическими знаниями. То есть, вот я считаю, что именно такой... Может быть, постепенно мы будем раскрывать, но пока только нюансы. Пока только штрихим. Пока только штрихим. Не боитесь, что это отпугнется? Нет. А мы будем инвестировать через ваш пик именно в российский рынок? Есть возможность инвестировать не только в российский, но и начнем с российского. Хорошо. От той отчетности, которую мы получаем, там прошли бумаги именно, которые соответствуют те параметры, которые мы забыли. Которых мы не знаем. Возможно, они у вас другие. Которые вы узнаете, я думаю. Хорошо. Допустим, такая ситуация, что 10 компаний условно у вас в списке и случается, что-то типа санкций или кризисов, и резко повышается, например, какая-то составляющая, которая не противоречит вашей методологии, например, резко возрастает, добывая нагрузка. Что вы делаете? Это консультант ударит по вашему пиклу? Нет, не принципиально. Мы будем избавляться. В принципе, мы готовы человеку, обязательно мы должны ему указать на этот момент, что в какой-то период у него получился, так скажем, недозвольный доход. Но он уже сам, позиция такая, что он сам будет решать. Недозвольный доход у вас в присутствии, да? Какая-то степень недозвольный доход. Ну, мы же понимаем, что эти компании наверняка и не знают о том, что они попали в наш список. Пока. Вот, кстати говоря, здесь, если вы смотрели интервью наше с шейхом Мухаммадом Такимусмани, мы обсуждали вопрос о пифах для рынка США, и он отметил, что на первом этапе компаний было немного, но потом Долджонс Исламик привлек внимание, и сами компании уже старались соответствовать этим критериям, и увлекались новой компанией и так далее. Вы ожидаете, что российский рынок как-то откликнется на такой статус, как участие в Исламском пифе? Сегодня этот вопрос поднимали несколько раз. Существует, как мы уже обозначали, две проблемы. Это то, что люди некоторые не знают и не понимают, действительно. Поэтому вот эти встречи очень важны. Именно компания, которая будет у вас в списке. Это, в принципе, рука на путь. Я хотел сказать, что когда мы создадим спрос, ну, как пример, с халяльной колбасой в Бунте был период, когда никто не знал, в магазине этого и не было, а потом сейчас придешь в магазин, у нас 50 видов, другой вопрос, какого качества и так далее, это уже второй вопрос. Но вот этот спрос именно родил предложение. Здесь будет то же самое. Ведь у нас люди зачастую совсем не задумываются на ближайшие 5-10 лет. Это уже экономическая составляющая. Если человек будет планировать свои инвестиции на 10 лет вперед и чуть-чуть откладывать 5-10% какие-то, инвестировать, через 10-20 лет он получит доход, сопоставимый с основной деятельностью. Ну, плюс диверсификация, плюс то, что продукт сам по себе очень удобен. Вы можете его заложить, продать, поменять. Ну, то есть… При условии советского изобрения. Конечно. Некоторые компании, когда к ним приходит потенциальный инвестор, ну, неважно, валютный рынок или рынок акций, они требуют у них подтверждения доходов, ограничивают, скажем так, максимальную сумму инвестиций, либо там, ну, есть у них какая-то градация. Это на вас тоже будет расстояние? Ну, сейчас вот как раз прописывается вот этот рекламент. Я не думаю, что мы будем жестко закручивать гайки. Ну, естественно, в рамках законодательства, то есть никуда тут выше головы не прыгнешь. Эти требования, в основном, касаются зарубежных акций, то есть инвестиций, там, валютные активы или… Пока, наверное, будем на местных акциях концентрироваться. Потом… Сейчас очень важно доказать, что этот продукт востребован, что людям важный этот момент. Потом, я думаю, постепенно все остальное потенциал. Вы ожидаете взрывного роста? Нет, я не думаю, что будет взрывной рост. Я думаю, нам надо постепенно, постепенно. Ведь тут очень много связано, наверное, с просвещением. Как раз чем вы занимаетесь? Надо параллельно объяснять и экономическую составляющую, и религиозную, и доносить все это до человека. Я не думаю, что у нас будет взрывной рост. Хотя… Та не будете вкладывать? Ну, конечно. Если я в этот продукт не верю, то кто еще? Никто не поверит. Еще один вопрос. Очень многие предупреждения, что исламский финанс только для мусульман. Вы кого видите в качестве этого ценного финанса? Нет, мы себя абсолютно не собираемся ограничивать. На самом деле, поэтому у меня и управление называется этические финансы. Есть люди с абсолютно похожими с нами взглядами, чтобы они вкладывали деньги. Ну, не в алкогольную, не в табачную, и все с связанными компаниями. А есть такой запрос от вашего клиента? Вы чувствуете его? Будем работать. Дорогие друзья, саламу алейкум. В августе на Грозненском форуме мы записывали это видео, но, к сожалению, не успели его выпустить. Но сейчас мы имеем уникальную возможность поговорить непосредственно с людьми, которые покупали продукт, которые потратили на него деньги, и им есть что сказать. Саламу алейкум. Добрый день, Тимур. Саламу алейкум. Скажите, пожалуйста, вы уже покупали данный продукт, Пиф Лалэ. Не могли бы нам рассказать немножко о себе? Далее я бы задал ряд вопросов. Хотелось бы получить непредвзятую оценку. Добрый день, меня зовут Тимур. Я юрист. В настоящий момент представляю в московском регионе финансовую Даламаль. Амаль – это финансовая организация, работающая по исламоспедическим принципам. Тимур, очень приятно, что вы откликнулись. Откуда вы узнали об этом Пифе? Расскажите нам, пожалуйста. Узнал из средств массовой информации, из интервью. Честно говоря, точно не помню. По-моему, да, из интервью какого-то узнал. Потом сам собирал информацию в интернете. Какие у вас сложности возникли на старте продаж? Поскольку мы находимся в Москве, я и мой друг, которые заинтересовались этим продуктом. Сначала мы ждали, пока появится возможность приобретения в Москве Пифов, Паёв этого инвестиционного фонда. Основная проблема в том, что реализация Пифов в Москве осуществляется через отделение банка «Акбарс», сотрудник которого не совсем, скажем так, имели представление четкое, как вообще это происходит. То есть, либо недостаточно были обучены. Очень много времени заняла процедура самого приобретения. То есть, часа полтора я провел в офисе, и неделя шла исполнение заявки на покупку Паёв. Это очень долго. Ну, для рыночных инструментов это крайне долго, не оперативно. Тимур, конечно, жаль, что на первом этапе есть проблема именно с покупкой. Я думаю, команда получит обратную связь и устранит данную проблему. И мы об этом уже и не вспомним. Скажи, пожалуйста, как в целом оцениваете продукт? Пока оценить как-то сложно, потому что мы только приобрели Паёв. Пока динамика отрицательная, насколько я могу судить. Вот, поэтому о доходности пока говорить рано. В горизонте трех месяцев доходность, насколько я могу судить, по информации с сайта, 3% годовых, ну, то есть за квартал. Ну, соответственно, будем смотреть дальше, какая будет динамика. Окей, спасибо, Тимур. Какие ожидания по самому продукту? Насчет ожиданий продукта, это, скажем, диверсификация, да, возможность для мусульман вкладывать в рыночные инструменты, ну, то есть как бы разные возможности инвестирования, чтобы появились, чтобы команда этого инвестиционного фонда могла обеспечить, ну, скажем так, дозволенность, да, тех инвестиций, которые производят покупатели ПИФа. Вот, и, соответственно, были достаточно хорошо осведомлены о направлениях инвестирования, о динамике доходности и так далее. И улучшена оперативность приобретения самих Паёв и выхода из них при необходимости. Я понимаю, это вы уже адресуете команде, но я думаю, они отреагируют. Еще такой вопрос у меня, более важный. Бытует такое мнение, что в исламских финансовых продуктах в России, ну, нет нужды, нет потребности, потому что нет запроса. По исламским финансам продуктов в России явно не хватает, рынок пустой практически, да, кроме нескольких исламских финансовых компаний и вот этого Паёвого инвестиционного фонда фактически больше ничего не предлагается для мусульман, то есть то, что соответствует требованиям халяль и, скажем так, ну, приносил бы более-менее адекватный доход. Если резюмировать, то на что бы вы обратили внимание команды в первую очередь? Главное замечание по продукту на данный момент – это сложности в его приобретении, ну, скажем так, вот этих Паёв, то есть неотработанная система. Работа с инвесторами, вот, это самая главная сложность, то есть оперативность приобретения на очень-на очень низком уровне и плохая подготовка специалистов, которые осуществляют реализацию этих Паёв. Тимур, большое спасибо, я думаю, наш разговор пойдёт на пользу. Ас-саламу алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракяту. Спасибо, Кирилл, если будут вопросы, звоните, чем смогу, стараюсь помочь. Всем удачи, успехов, желаю милости Всевышнего, а всех хороших ваших делах. Ва-алейкум, ас-саламу, ва-рахматуллахи, ва-баракяту. Ну что ж, друзья, в принципе, на этом всё. Я думаю, что Тимур объяснил, какие основные проблемы, и я думаю, команда на это отреагирует, должным образом обстраивается, как можно быстрее это исправить, потому что покупка должна быть, конечно, мгновенной. Переключаю вас на видео. Ва-саламу алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракяту. Друзья, это снова я. Спасибо, что смотрите наш канал. Обязательно делитесь комментариями, особенно если вы также уже пользуетесь продуктом, у вас возникли какие-то вопросы или замечания. Как вы видите, запуск новых продуктов всегда сопровождается какими-то сложностями, какими-то, может быть, какими-то вопросами, претензиями со стороны клиентов, справедливыми замечаниями, критикой. Никогда не бывает всё гладко, поэтому я призываю вас тестировать продукты, особенно если вы уверены в их соответствии с требованиями шариата, и всегда давать обратную связь. Если мы просто будем ожидать, когда же рынок наполнится различного рода продуктами или услугами, то можно ждать очень долго. Поэтому давайте тестировать на имеющихся продуктах, давать обратную связь, и тем самым рынок будет постепенно-постепенно развиваться. Если у вас есть иное мнение на этот счёт, то делитесь в комментариях. Всем спасибо. С вами была Мадина Калимульна и команда Васалям Алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok